О, Родице Деву, радуйся, Благодатная Мария. У нас есть возможность, можно сказать, просто чудным образом переносить целые храмы на такое пространство. Вот перед вами лик, который показывает то состояние, в котором находится сейчас живопись. Есть возможность представить, где какие элементы Овчинникову пришлось просто воссоздавать даже с нуля. Каждая линия, она очень эмоциональна, она и утолщается, и утончается, становится полупрозрачной. То есть настолько эффективно и изысканно художник древний использовал это. Для нас, для людей, которые видео снимают, фотографируют, понимание негатива, позитива совершенно очевидно. Это наша естественная ситуация современного мира. То, как художник 15 века дошел до этого, что война во многом перемешала многие исторические факты. И как Адорф Николаевич считал, что эта икона должна была просто весь мир пройти и вернуться опять в Россию. Здесь мы сейчас с вами находимся в пространстве удивительного памятника храма в Старой Ладоге. И нас окружают фрески 12 века. Мы говорим сейчас о художнике 12 века. Он действительно, как это происходило, на каком материале это делалось, какая фактура. Вот эти все нюансы, детали позволяют буквально увидеть какие-то аспекты, которые даже внутри храма вы не увидите. То есть если вы подойдете к пророкам, в общем-то сейчас, когда освящение некоторых из этих пророков в боковом свете, вы увидите, что даже живопись приобретает такую фактуру. Фактуру, которая реально нас обращает к тому, что до некоторой степени это действительно даже и рельеф. И вот эти нюансы, эта нюансировка, эти детали невольно нас действительно переносят к таким шедеврам, к памятникам древнерусского искусства. И, в общем-то, на самом деле дают возможность непосредственно перенестись к некому контакту с этими памятниками. Он целеустремленно копировал древнерусскую живопись, изучал ее. И можно сказать, к тому же, что был представителем такого яркого поколения послевоенной интеллигенции, который, несмотря на все сложности, проблемы политического характера, отношения к древнерусской живописи, вообще к крестьянскому искусству, тем не менее их не останавливало, что выражалось и непосредственно в реставрации. То есть, послевоенное время, конечно, вот этот этап восстановления тех разрушенных храмов, возвращение икон, это, конечно, послужило новым обращением к таким величайшим кладовым нашей культуры. И в этом плане это совпало и с открытиями реставрации, которые были связаны и отчасти технологические аспекты. То есть, совершенно новые начались этапы раскрытия икон, живописи, настенные живописи. И, по большому счету, произошел такой взрыв, перестройка сознания, отношения и восприятия к древнерусской культуре, живописи. И как раз вот такие личности, как Овчинников, Ямщиков, Попова Ольга Сигизмундовна и многие-многие другие, в общем-то, они практически все одного поколения, люди, которые практически всю свою жизнь отдали служению, восстановлению, изучению этой области культуры. Мы постарались не просто показать эту живопись, а показать такую инсталляцию, инсталляцию, связанную с размещением этой живописи непосредственно в самом храме. То есть, Костина, при помощи таких архитектурных застройки, мы предлагаем зрителям и вам, как первым зрителям, войти в храм, увидеть расположение, где изначально могли располагаться часть этой живописи, как она взаимодействует между собой. Мне кажется, это принципиально новый подход по экспонированию подобной живописи, которая отличается от просто, так скажем, картинной по стенам развески. И, конечно, надо добавить, что это, безусловно, требует значительно больших усилий, как и в подготовке выставки, так и для ее реализации. Я думаю, что не будет преувеличений и особая благодарность тем людям, которые помогли это реализовать, потому что, действительно, наверное, это, ну, я не знаю, Наталья Владимировна, это впервые, наверное, такая по сложности застройка. И мне прошу подойти поближе, посмотреть, вот, действительно, фактурность. Здесь выше барабана развивается сюжет, сюжет вознесения. Часть этой живописи нам представляют специальные такие увеличенные копии калек. Это тот материал, в котором первоначально копируется рисунок. Вот перед вами лик, который показывает то состояние, в котором находится сейчас живопись. Дает возможность представить, где, какие элементы Овчинникову пришлось просто воссоздавать даже с нуля. То есть есть определенные участки, которые очень сильно пострадали. Здесь перед вами тоже прорезь спасителя. Это прорезь спасителя из барабана. Барабана, то есть вот над, как хорошо очень и вовремя Наталья Владимировна пояснила, что это вот барабан, который на высоте там 12 метров, он завершается с куфьей. С куфьей это вот, ну, накрывающее, как шапочка, да. Это архитектурная форма, внутри которой изображается самое основное, можно сказать, изображение вседержителя Христа. И уже ниже развиваются события совершенно канонические. Есть свою определенную структуру богословия этого сюжета, этой сюжетики. И в конце концов постепенно эти сюжеты развиваются и делают, дают определенные акценты для раскрытия конкретики, потому что каждый храм имеет свое лицо. В данном случае вот храм из Старой Ладоги, это храм княжеский, дружинный храм, и его посвящение Святому Георгию, конечно, имеет определенные тоже нюансы и аспекты. В частности, например, вот сам по себе сюжет Святого Георгия, которого здесь у нас вот в Диаконной Апсиде, в таком совершенно небольшом пространстве, и даже трудно представить, когда человек может сравнить, что рядом за вашей спиной изображение в плоскости, каким образом и какой вообще гений все это изображал, что на таком пространстве он смог вместить. Там, где находится спаситель, ниже располагается дверь, то есть проем дверной. И в 17 веке над дверным проемом было пробито окно. И сегодня в живописи Старой Ладоги этого фрагмента нет. И на основании взаимодействия разных обращений к разным сюжетам, даже задействованных непосредственно в этой живописи храма, Овчинникову удалось реконструировать центральную фигуру, без которой просто-таки вот эта колоссальная композиция Страшного Суда была бы немыслина. И в этом плане вот это продолжение, убедительность этого продолжения характерна для его творчества. И кроме того, есть и отдельные сюжеты, практически такого иконного характера, как «Избранные святые», и в частности, вот «Святитель Николай». Вот эта копия относится к более раннему периоду, и здесь вы видите, что очень много таких включений, которые связаны с состоянием сохранности на тот момент. И в этом плане существует еще один интерес к этим копиям. Это связано с тем, что в основном пласт копируя тех копий, представленных у нас сейчас на выставке, они тоже стали определенной историей. То есть сейчас живопись несколько иначе выглядит, и в этом плане можно говорить о том, что часть этой живописи была создана практически полвека назад. И, в общем-то, это тоже является определенным таким уже историческим наследием. Я предлагаю вам пройти в следующий зал. Вот покинули сейчас Старую Ладогу, буквально перешли сразу в 15 век. Это живопись небольшого храма в селе Мелетово, который посвящен успению Божьей Матери. И, конечно, вот если в 12 веке это большие достаточно взаимодействия и привлечение опыта византийской живописи, культуры Византии, то вот в 15 веке и в живописи Псковской, а это именно относится к этому периоду, сам по себе храм был построен в 1465 году, и буквально на следующий год был расписан. Для нее характерна совершенно и другая клавистическая гамма, и другое рисование, и другие даже технологические аспекты и моменты. То есть вся живопись, например, в отличие от живописи, которую можно назвать откликом на византийский опыт, здесь уже появляется определенная самобытность, начиная даже с колористической гаммы. То есть вся живопись построена на ухристо-коричневых тонах плюс включение фиолетового или так называемой рефти. То есть это серая краска, которая очень легко и элементарно готовится, это белила известковые, и к ней добавляется уголь, и в результате получается такой серо-зеленый цвет. Вы можете увидеть вот на той композиции, и вокруг они пространство насыщают. Этот храм и вообще выставка первая, связанная с этим храмом, когда мы впервые сделали такую инсталляцию, похожую инсталляцию с воссозданием барабана, чтобы показать, как и в какой мере эта живопись ложится на стены, потому что полная протяженность, окружность барабана со всеми сюжетами, и вообще около 13 метров. В данном случае мы основную часть показываем, самую основную, ключевую. И, конечно, в этой живописи вы, опять же, сможете посмотреть, вокруг у нас целая полоса таких фотографий, состояние сохранности. Правда, это уже относится тоже к истории. Это время, 2018 год, когда потребовался уже следующий этап реставрации, потому что живопись неоднократно реставрировалась и в конце XIX века, и в середине XX века, и после Адольфа Николаевича в ней поучаствовала. И, собственно, именно с этим храмом у него связана, в общем-то, судьба и традиция, связана традиция копирования. То есть сложились просто элементарно такие простые обстоятельства жизни. То есть он только пришел на работу, это был 1957 год, проработав один месяц или полтора месяца в историческом музее в качестве ученика-реставратора, он был приглашен заведующим научно-реставрационным отделом древнерусской темперной живописи Филатом Виктором Васильевичем и с этого произошло начало его роста, изучение. Сначала, как все, он был учеником, в качестве такого ученика участвовал в такой школе-реставраторе, которая была организована в этот период. И буквально в этом же году научный руководитель центральных мастерских Николай Николаевич Померанцев, курируя несколько памятников в Пскове, это продолжалась еще череда восстановлений, послевоенных разрушений, восстановления этих храмов, он курировал реставрацию этого храма. Но, увидев ту живопись, которая оставалась на стенах, во-первых, ее состояние, критическое состояние, он пытался добиться субсидирования от Министерства культуры. Другая композиция вообще находится в барабане купола. Это композиция «Непалимая купина», перед которой дважды изображен пророк Моисей. Два чуда совершаются. И вокруг, то есть это все происходит вокруг чуда огненного явления Богородицы в кусте, купине, так называется, на горе. И, конечно, вот сам по себе, если обращаться к сюжетике, сам по себе вот этот контекст, он довольно редкий, никогда не изображается в барабане купола. Опять же, приблизительно так же, как в куполе Старой Ладоги, мы находимся с вами, представя этой живописи, на высоте 12-13 метров. То есть у нас эта инсталляция, эта выставка позволяет буквально так летать по воздуху. И, на самом деле, сама по себе живопись, она именно к этому и обращается. Конечно же, будучи в храме, вот в отличие от Старой Ладоги, в этом храме специально по-прежнему в течение нескольких десятков лет сохраняются специальные реставрационные просмотровые леса. То есть можно подняться на самый верх. Но при этом, я говорю, вот каждый раз обращаясь к живописи, вы видите вот здесь вот, например, живопись, здесь практически ничего не сохранилось. И трудно представить, как Адольфу Николаевичу удалось вычитать вот целый такой сюжет, целые композиции вот буквально по крупинцам. И, конечно же, это величайший труд, который складывался не просто по манновению такому. Он приезжал, начиная с конца 70-х годов, ну, был перерыв вот в 50-х годах, он сделал несколько копий, а уже в конце 70-х он уже приехал туда опытным таким реставратором и человеком, который понимал и уже трактовал это. И, конечно, в этом плане тут стоит отметить, что вот понимание этой живописи, она связана и с определенным историческим контекстом. И в этом плане, что та копия первоначально, 57-го года, ну, обращение и искусствоведов, изучение этой живописи, понимание взаимодействий общих таких культурных процессов, они позволяли на новый уровень уже перенести и изучение, и копирование этой живописи. То есть, на самом деле, расположение огненной копины до некоторой степени это производит идею исихазма. Исихазм сам по себе – это исхождение божественного света. И, на самом деле, вот это настолько сложная такая богословская структура, и тем более, наверное, сложно, а как ее даже и показать, и как ее визуализировать. И в этом плане удивительным образом является вот та живопись, построенная на таких ограниченных цветах, появление вот этого фиолетового цвета, который тоже очень редко, когда появляется в живописи, причем в таком кареличестве. И вот эта лучистость, то есть лучистость самого, самой живописи, основных таких категорий света, они позволяют, между тем, вот дать возможность и обратиться к этим идеям богословия. А ко всему прочему, Адольфу Николаевичу удалось изучить более глубоко и сделать определенные для себя тоже выводы, которые настолько убедительны, что, в общем-то, все, начиная с 80-х годов, цитируют, обращаются к его выводам, говоря об этом храме. При полном ощущении, что это фреска, это стена, это монументально, Адольф Николаевич выработал специальную технологию, я небольшой такой экскурс проведу. Он делал специально подготовленные листы бумаги, размером, получается, вот некоторые из них по несколько метров, то есть самая большая композиция у нас достигает 5 метров, и покрывал ее несколькими специально подготовленными слоями грунтов, которые включал даже крупицы мрамора, крупицы других каких-то камней, которые создают вот эту фактуру, визуальную, идентичную, абсолютно идентичную живопись непосредственно в самом храме. После этого он использовал перетертые пигменты, минеральные перетертые пигменты, именно те пигменты, аналогичные тем, аналогичные, опять же, аналогично использованные художниками. И это достаточно легко определить при помощи микроскопа. И, в общем-то, вот эта скрупулезность, она везде преследует целью во многом создать эту живопись, воссоздать и прочитать. И когда сейчас праздновался юбилей, юбилей основания этого храма, Псковский музей-заповедник приглашал нас, и мы делали приблизительно такую же инсталляцию непосредственно в самом музее. И для музея, казалось бы, нет такой крайней необходимости, что у них рядом находится, ну, относительно рядом сам памятник. Но опять подчеркиваю, что вот то состояние сохранности, вот сейчас по этим фотографиям вы можете увидеть, здесь еще более страшная картина, но эта ситуация не стабилизирована. Сретиня, вот как Овчинников рассказывал, что первоначально, когда он копировал этот сюжет, это один из самых лучших сохранившихся фрагментов во всей живописи, то, ну, визуально, ну, он очень по-простому объяснял, и это очень хорошо запоминалось. Ну, что же, говорит, художнику было лень закрасить вот цвет грунта, это как раз вот бежевый цвет, цвет штукатурки, ну, наверное, неаккуратно, наверное, как-то, и закрасил-то он как-то, видите, неровненько, как-то вот небы кривенькие, все как бы кривенько. А на самом деле, когда начинаешь это рассматривать в комплексе, казалось бы, такой нюанс позволяет увидеть, что на самом деле вот это небо, оно серое, оно имеет некий такой материальный акцент и аспект восприятия, а под ним как будто бы проявляется нечто светящееся. То есть вот то, что дает иконы, и должна стремиться подать иконы, а, собственно, показать мир невидимый. А в данном случае, для данного исторического периода, самым ключевым становится подача вот этого внутреннего, исходящего от святых и от спасителя божественного света. И это превращается в определенную программную систему. То есть если обычно изображение предполагается условно-объемным, и эти изображения выстраиваются с помощью вот такой колористической, последовательной наложения цветов от темного рисунка по краям, постепенно к светлому, и завершаясь пробелами, такими акцентными ударами, то здесь же мы видим на изображении Богородицы негативное. То есть получается так, что вся ее фигура на самом деле светится, и лишь наоборот самые светлые участки становятся негативными. И, конечно, когда в это вникаешь, становится просто, ну, просто ощущаешь потрясение. То есть на самом деле для нас, для людей, которые вот видео снимают, фотографируют, понимание негатива, позитива совершенно очевидное. Это наша, ну, как бы, естественная ситуация современного мира. То, как художник XV века дошел до этого, что самое светлое, оно ослепляет. А как это передать? Это можно передать тем, что это, как бы, переходит в какое-то черное такие или темное изображение. Другой акцент, тоже смысловой. Если говорить о тексте, если вы говорите о любой книге, естественно, что текст должен быть читаем. Это просто очевидно и понятно. В данном случае мы видим свет, на этом свитке белым по белому написано. То есть человек, который передает эту живопись, не стремится к прочтению. Оказывается, даже слово, цитируемое на свитке, становится на второй уровень относительно того, что из себя представляет это слово как таковое. То есть это тоже есть божественные мысли, это божественное слово, это тоже энергия. И к этому еще надо добавить довольно большие и продолжительные споры были у всех исследователей этой живописи. Всех очень сильно смущало, что в большинстве ликов глаза изображены белым. То есть и этот момент имел самые различные версии. В том числе, что темные зрачки просто были написаны каким-то цветом, он облетел или переродился и стал светлым. Длительное изучение этого памятника Овчинькова привели к совершенно очевидным результатам, что первоначально именно белые зрачки были изображены. Опять, обращаясь к нашей сегодняшней ситуации, для нас это тоже не вновь. Мы смотрим, начиная с каких-то мультиков и фантастических фильмов, где пришельцы действительно обладают светом. Но на самом деле вот эти идеи, эти понимания, эти линии понимания, они восходят. Ну, трудно, наверное, даже и представить, что идея светящих глаз сегодня, какого-нибудь фантомаса, на самом деле косвенно базируется на практически архетипах того сознания, как должны изображаться святые, как изображается свет. И в контексте этого храма это возникает буквально разговор и общение взоров. То есть весь храм пронизан вот этими взорами, и они вызывают определенное такое взаимодействие и с сюжетами, и своеобразно откликаются даже на те композиции, потому что большинство этих композиций располагаются в таких кулуарных участках. Сам по себе храм не очень сильно освещен, там достаточно мало окон. И, конечно, вот эти акценты, акценты построены на тональности, то есть более яркие и вот такие выразительные света, выполненные с двойными точками обелил. То есть один – это зрак, а другая мелкая точка, она вызывает направление этого взора. И это достаточно простой технологический ход, но при этом приобретает совершенно какое-то четкое звучание и богословие. И само встретение само по себе, и причащение Марии Египетской, и чудо о жидовине, или по-другому это называется, изображение Василия Великого, которому реально явился в таком видении спаситель, который представлен на престоле. И, собственно, как бы раскрывая идею для тех усомнившихся, что действительно это лишь мыслица, что это тело Господне, а на самом деле нет. И как раз это ответ, опять же, на какие-то ереси, которые достаточно активно атаковали и псковскую, и новгородскую жизнь в то время. В среде и специалистов, и не специалистов более известна была новгородская живопись. Новгородская со своим акцентом красным цветом, со своей яркостью, со своей условностью. И когда дошло количество раскрытой псковской живописи, можно сказать, до такой, ну, критической точки, была открыта невероятно обширная выставка в манеже, в московском манеже, где было представлено колоссальное количество икон. Часть как раз этих икон была раскрыта в нашем реставрационном центре. И в этом плане раскрылась совершенно новая невероятная линия такого индивидуальной характерности, связанной именно с псковской культурой. И, среди прочих, нужно отметить, что именно раскрытие этих икон позволило некоторые иконы реально как бы соразмерить их историю, происхождение с конкретными храмами, конкретными историческими датами. И здесь надо сказать, что война во многом перемешала многие исторические факты. В частности, вот несколько икон, вот, например, этот «Деусус», в результате того, что коллекции Новгородского и Псковского музея была вывезена немцами в Германию и возвращена только послевоенное время, несколько эшелонов вернулось, в результате технических там, ну, просто выявлений. Ведь многие иконы были под слоями записи, а на них оставались только маркировки, причем чаще всего немцы оставляли только немецкие маркировки, а номера российского музея, они как бы затирались. И в результате многие иконы поменялись местами. То есть часть, например, икон, происходящих из Пскова, оказались в Новгороде. Часть икон, которые происходили из Новгорода, таким же образом оказались в Пскове. И лишь работа по раскрытию этой живописи, исторического контекста позволила выявить вот эти перемещения. В частности, вот эта икона «Деисуса», она происходит из Варваринской церкви, из Пскова. Она оказалась в Новгородском музее. Но получается так, что поскольку музейные собрания, они в основном проходили все равно через центральные мастерские, то есть через наши реставрационные мастерские, это позволяло буквально совмещать эту живопись и понимать в них общие характеристики, начиная с капельки носа, как это все изображается, какая-то пластика рисунка, что это было еще и таким конкретизирующим открытием. И в этом плане хочется отметить и определенные детали, которые позволяли по-новому эту живопись увидеть. Вот эта икона, также из Псковского музея, на самом деле чисто технологически, она совершенно отличается от того, что можно сейчас увидеть в музее. То есть с чем это связано? Чаще всего она просто чисто технологически. Получается так, что древняя икона написана на деревянной основе по левкасу, по специальному материалу павлоки, отшлифована, покрыта золотом, а потом в несколько слоев написано яичные темперы, и на поверхности живописи оказывается золотой так называемый асист, который накладывается уже непосредственно по живопись. И, конечно, в силу своего бытования, а бытование связано с тем, что довольно часто мы даже не задумываемся сегодня, в каких условиях вообще и эти памятники, и эта живопись находилась. То есть если, например, даже сравнить с Италией или с Грецией, то есть откуда у нас традиция и иконово письма, и каменного строительства, и фресковые живописи, то, конечно, там прежде всего нет морозов, а значит кардинально нет перепадов. И, конечно, нет, а что такое нет перепадов температуры и влажности? Что каждый храм, на самом деле, вот большинство этих храмов, и в частности вот эти два храма, которые по-прежнему сохраняются без отопления, чтобы в большей степени сохранить те устоявшиеся условия на протяжении веков, в них поддерживается тот же самый климат. Единственное, что возникают специфичные регламенты, в частности вот даже в Милетово или в Старую Ладугу, вы можете туда приехать, а из-за погоды вы просто не сможете войти. То есть это сделано именно для того, чтобы дольше продлить жизнь непосредственно фресок. И последней, можно сказать, завершающей точкой является творчество Дионисия. Здесь представлена, с одной стороны, икона Адигитрия, которую многие искусствоведы считают автором ее Дионисия, и фрагмент росписи Ферапонтового монастыря. И в этом плане хотелось бы еще маленький акцент поставить, потому что довольно часто, это бывают даже такие истории, приобретающие детективный характер, многие памятники, несмотря на свое значение, являются порой частью частных коллекций. В частности, вот, например, Адигитрия, она впервые была замечена Адольфом Николаевичем, как он говорил, в 70-х годах. После этого она пропутешествовала, была перекуплена, перепродана несколько раз. Она была и в Новой Зеландии, и в Америке, и в Австрии. То есть это целая линейка какая-то путешествий. И как Адольф Николаевич считал, что эта икона должна была просто весь мир пройти и вернуться опять в Россию. И она была представлена на замечательной выставке в Третьяковской галерее. Сейчас вот тоже ее расположение известно, но у нас есть возможность, по крайней мере, иметь возможность в натуральную величину представить этой прориси. У нас над этой выставкой, помимо ее технологического, сложного такого архитектурного решения, есть еще свои секреты реставрационного характера. То есть вот для показа этих копий, особенно фресковых копий, была создана специальная технология, в себе совмещающая новые совершенно материалы, применяемые для реставрации графики, то есть предметов графического искусства, и реставрации масляной живописи. Вот эти такие условные серые паспарту, они специально наклеены, а их можно демонтировать, но за счет этого у нас есть возможность, можно сказать, вот просто чудным образом переносить целые храмы на такое пространство, то есть и, в общем-то, знакомить публику и всех интересующихся с древнерусской живописи, и тем более, что удивительно, с живописью монументальной. По факту своему названию это монументальное, что это непереносимо, это, ну вот, мы нарушаем некие такие физические законы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже!